всем привет огромный сегодня будем с вами готовить лангустины один раз я уже снимал лангустины сейчас еще раз вам покажу чтобы дошло сегодня купили вот такие вот люди надо 10 раз показать хвостики лангустина кто-то может опять напишет что это не лангустины кто-то напишет что-то креветки таких креветок не видел я вырос возле моря сейчас мы будем чистить у нас где-то примерно 2 килограмма мороженого мы их разморозили сейчас я почищу покажу людям виднее они наверное понимают что такое не едят каждый день лангустина или мороженые приветки такие как в хозе я такие не видел честно у нас тут мам шо это такое да я не знаю что похоже на як рак но цены рак шо ж все-таки подожди чути здоровые креветки чешу здорово шо то это лангустины назад здорово шося да не похоже на тене значит что нам понадобится для лангустин петрушка вот чо не кучерява вот так кучеряву петрушку кстати используют только для декора кто не знает да вообще они не используют и используют только для декора чеснок вот четыре зубка чеснока вот такой вот будем такой взяли у кого-то есть есть это оливковое масло кастрюлька конечно же а это зачем это для чистых мама попробуешь потому что в одну посудину я буду выкладывать чистые вот которые почищены просто шелуху буду бросать я сейчас один раз покажу на чем раковину а вот снимаю измельчителя покажу на сколько я покажу быстрый способ как быстро делать я уже еще раз повторюсь я пока ну значит оставлять надо только вот эту часть для чего мы остались вот этот хвост и одно хребет для того чтобы потом когда мы будем кушать мы могли нормально руками взять скушать и нас останется в руках хорошо как называется вот это позвоночник но это ее позвоночник это хвост а позвоночник позвоночник уже и вот тут его нет вообще-то это панцир я хочу показать вообще саму технологию как быстрее чтоб не шелушить вот так по каждому значит смотрите что делаете делаете вот так медленно медленно чтобы люди запомнили раз сразу зашлибаешь вот эти ноги быстрее будет так вот вот так раз и потом берете у то что вам не надо вот целую за 1 на 3 раз очень быстро может кто-то не придерживая что-то наши люди делают по одному и смотри буквально за 2 секунды вот снимается весь так хорошо вот я остается только вот этот хвостик потом берете кто-то вытаскивает так я так не делаю почему так не делаю сейчас объясню я делаю вот так вот надрез вот и просто вытаскиваю эту херню где остается всякая ну какашечки фига вот вот это я забираю и чё так еще потом когда она отрезанная вот так они во-первых скручиваются сковородки вот так красиво и обжаривается хорошо здесь она получается открыто есть люди которые это не вытаскивает и жарят атак на сковородке но получается толстой и потом вам внутри надо будет хорошо знаешь что давай на спор на время вот возьми три креветки и вот я буду смотреть на секунды сколько будет идти а потом я возьму три креветки и удалить кишку удалить очистить вот то что ты сделал на время давай просто посмотрим ты говоришь самый быстрый способ вот ты работал в рыбном ресторане я не работал в рыбном ресторане вот я тебе предлагаю давай вот сейчас 28 29 30 30 сейчас задавай до 40 секунд вот дойдет и 33 да выбери размороженные потом я выберу размороженные все будет честно подготовь себе три креветки чтобы ты не искал просто интересно мне как ты говоришь что ты это самый быстрый способ нет для всех но ты показал самый быстрый да ну что так 59 пошло я не буду какашечку вытаскивать ты хочешь вместе чтоб с какашкой уже полминуты сейчас вычищу какашку тут нету как нету там есть вон она нет нету давай давай еще промывается под водой за 47 уже тебя почти боже говно потекло боже шутся кольца качество должно быть понимаешь оценивается и качество ну хорошо пара мой еще раз говорю что креветка же потом прорыва смотри коль минута минута вот положи минута 8 секунд 3 креветки минута 8 секунд 3 креветки запомнили ребята держи телефон я сейчас подготовлю себе тоже 3 креветки самые обычные под водой даже подожди 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 я тебе скажу когда стой 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 еще раз два три не забывай что она не должна разлазиться и оставляться до ты не ставь один так что праздница была видно вот тут ты не хорошо почистил внутри не время пройдет мы посмотрим хорошо сколько там уже времени минута еще не могу не могла пройти минут а ты тут не почистил смотри так посмотри как у меня у тебя какашки остаются внизу смотри сколько время засекать я же сказал минута сколько время минутой 3 секунды ну чё ты брешь хорошо у меня сколько было минут я не помню я сказал людям ну минута 3 секунды у меня помыты очищены и помыты посмотри на свои креветки ну просто для я вот мои три вот иди сюда все честный эксперимент вот раз два три вот твоя раз два грязнючая а мне он ну я не помою потом и твоя вот это третье вот вот но твои три мои три мыты одинаковые и время разное я не работал в рыбном ресторане я не знаю быстрых способов я чищу просто я чищу вот так я вот этот бок вот так подбираю вот все потом а тут придерживаю и все полностью вот это ведут ту сторону на противоположную все я все вот это снимаю за раз оставляю придерживая только вот эту вот штуку вот все молодец так вот если так я буду выдирать нет это не для меня вот этого так ну может быть у каждого свой способ кто-то делает таким кто-то другим я показал свой способ ты показывай свой делаешь надрез это действительно так вытягивает это менее это когда свежая креветка будет у тебя лучше будет вытаскивать это на это смотри вот пожалуйста вот я вытяну ты понимал и она целенькая делается небольшой надрез чтобы уцепиться и выйти в общем ты до очищай коля там побачим я еще забыл возьми там я забыл добавить что еще соевый соус куда ты двигаешь вина не месил выпить андрей что сделать соевый соус где внизу вот тут это не соевый соус это что-то бальзамико бальзамический на ищу вот это терияки я поставили варить картошка свечевая картошка варится на гарнир скажу так все почистил я коли только резал вот эти штуки я перемолю потом не казалось но тут продюсер понимаешь все готовлю ему так смотрите все почистил это я сделал только он порезал и фишки доставали то некачественные а потом перемол ну так а шо ты сам вызвался я не вызвался я помочь это ну чистит а детей а пахнет конечно классно не то что помнишь тайландские вообще никаких запаха не было а эти супер разница потому что то искусственно выращенные в трудах у них поэтому у них и нету такого ничего так я забыл сказать что еще соевый соус туда идет уже говорим что соевый соус туда значит что делаем значит нам надо соль перец перец есть есть значит сюда немножко соевого соуса сначала на дно вот так много разницы потом оливковое масло тоже на дно потом перец чуть-чуть тоже на дно потом соль тоже сюда потом креветки очень классно вот это получается у нас в магазине на солнечном там продаются эти креветки ну то рыбные где я показывал очень классные одни хвостики 980 гривен а если не целые то там 800 чем то значит потом опять сверху соль и опять сверху А чтобы запах дать, надо было просто раздавить. А мы не раздавим. А резаные так не дают запах. А я тебе скажу, что у каждого, опять же, повторюсь. Нет, это есть технология. Технология не в технологии дела. Дело в том, что когда ты придавишь, он как раз давится по вот этим волокнам внутренних. А ты режешь... Вот это, что я придавлю, и ты уже забежал наперед. Это я сделаю на сковородке. Ну, запах, если ты хочешь запах, то лучше придавить. Если ты о запахе говоришь. Могу я не придавить. Можешь, как хочешь, делать. Я говорю, как запах, чтобы лучше было. Там все равно это сделаешь. И так, и так буду есть. Да, вот этим ножом, пожалуйста, покажи, как ты работаешь. А потом покажу я. Давай. Что там в Италии? О, Боже. Ты-то, правда, в Италии поваром работал? Да. Где? В ресторане. В каком? На рыбе работал. Ну, я знаю, и... Обычно она... А я там какого-то... Помогу. Где море, на пирад. На рыбе, я не помню, как она называется, с ума, в ресторан-бар. Пирад? Не, не пираду, там шоу-сута рыба. Там так льенка от рук туда не попала? Я не помню, я не помню. Я не помню, я там был. Но там было классно. А давай теперь я покажу, как я делаю. А мне без разницы, здесь мне не надо тонко, чтобы... Не, просто, как я делаю по скорости. Я не дам, делаю. Давай, у нас тут просто... Торевнование. Давай сначала я доделаю рецепт, а потом буду что-то чистить. Ну, чеснок, да, ты будешь... А ты чеснок, это на сковородку. Ой, понятно. А чего ты этот не хочешь кидать на сковородку вместе с креветками? Ты этот выберешь потом? Нет. Он будет вместе с креветками. Ну, тогда смысл было тут резать, а тот давить. А смысл тогда, что ты тот раздавил, а этот будешь резать, а тот порезал. Да, смысл. Ну, ты же говоришь, что тот, что давить, я буду на сковородку. Правильно, это маринот просто. Это, чтобы пронарировалась по креветке. Так, и сюда немножко... Руки подставляй, руки подставляй, косточки, потом ты не выберешь их. Косточек тут не угодно упал, и все. Много лимона не надо давать. Все. Не страшно с косточками. Я еще перемешивать не буду, даже хотел показать. Ну, давай, да, я покажу. Как работать таким с ножом. Хорошо, можно поделить? Петрушки, да? Да, петрушки. Только помой обязательно, да, и без ножек. Не знаю, как работать. Попробуй. Порубь. Пузырь. Толстый. Хорошо, сын. Первый, стой. Теперь стой, я тебе что-то покажу. Ты неправильно держишь пальцы. Вот так. Вот теперь правильно ты держишь пальцы. Вот, теперь нормально, да? Четыре, четыре. И вот этот, смотри, теперь, подожди, я понял, что ты хотел повымахиваться. Смотри, поставь руку, я тебе покажу технологию. Подожди минуту, я тебе покажу. Стой. Поставь руку, так как ты ставишь. Нет. Этот задний палец всегда должен быть спрятан. Да. А вот эти немножко взним. Вот так нормально, потому что так ты можешь порезать вот этот палец, а вот так ты никогда, потому что ножик идет по ногтю. Я знаю, это просто, что навык потерян, конечно. Не получится. Не, ну ничего, получилось. Еще, знаешь, в чем тут проблема? Знаешь, в чем еще тут проблема? Во-первых, эта досточка скользит. Она не должна быть пластиковая, нормальная, или деревянная, или резиновая, да. Проще было бы на столе, и места много должно быть. Поэтому, да. А перчатки? Зачем перчатки? Я бы нашел. Зачем перчатки? На мастер-шефе никогда перчатки не было. Еще немножко надо сюда соевого соуса, потому что это только на донышко, да? Надо хорошо соевого соуса. Хватит, много надавай. И еще лимонного сока выдавить. Только вот так надо делать это на руку. Вот так раз, пусточки сразу убирать. Тут и слишком много лимона надавил. Не надо так много лимона сомать. Нормально. Не, она не хочет сухать делать. Все. Дай оливковое масло. Посолить еще надо. Ты мало соли дал. Мало соли дал. Это твое уже дал, соль. Неправильно. Добавил. Мало посолил. Дал в соль. Это твое. И вот так. Ихай не стоит. Да, 15-20 минут оно так должно постоять. Хвост. В маринаде. Здесь оливковое масло. Можно сковородку, но так оно глубже, понял, лучше. Я понял. Ты на горячую? Что на горячую? Вообще желательно на горячую. Да, конечно. Сначала оливковое масло. Вот тут же его налил сюда. Теперь то, что ты говорил. Как ты делаешь? Ножом. А можно делать вот так. Ножом, ты знаешь, бывает больно. И еще у нас делали, так как ты говорил, прям с шелухой. Вот так. Шикарно. Так и надо делать. Сейчас ждем. Я всегда так делаю. На мастер-шефе мне как показали. Даже не мастер-шеф, это Гордона Рамзи. Я увидел, как Гордон Рамзи берет вот этот разручек сеснока и тыльную ножом. Я знаю, что еще хочу добавить. Когда мы только учились на кухне, когда у нас практика была, то что я заметил? Что каждый повар по-своему все делает. И вот есть оригинальный рецепт пасты, к примеру, матричана и карбонала. Они отличаются только тем, что матричана красная, а карбонара белая паста. И сколько было поваров, где я только не работал, каждый делал по-своему. Хотя и есть такой рецепт, знаешь, что постепенно, что надо бросать. Но каждый из них, и всегда каждый говорил, что изюминка каждого шелфа, это то, что ты сделаешь по-своему. И еще что я хочу добавить. Очень умный был азинь повар, который говорил, что самый лучший повар это тот, который, извините мне, из говна, сделает шедевр, но у него будет меньше отходов. И он даже с отходов умудрится сделать что-то хорошее. Вот это самое ценное... Это я. Ты наилась? Смотри. Накарилась. Прикуси. Я ж дома телою перекусил. Ну не чухай. Ты что, сейчас он начнет. Пусть вот так, креветки только в горячее бросай. Давай мы крышку накрыем, оно что-то будет. Так, у нас уже готово, скоро будем картошку делать. Ры. Сейчас я только... Ры. 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 А вот. Можно взбивать, ты же знаешь, что можно взбивать блендером картошку. Можно, но... А нельзя. Где же можно? Кто блендером взбивает картошку? Эх ты. Я ж тебе специально накронзял. Я сказал вновь. Я сказал вновь. Ну, нет. Блендером нельзя, выделяется клейковина из картошки. Ой, а ты бедите, чтобы... Ну, такая... Ну, конечно, я как бы по-другому. Кто будет дивиться, просто рецепт. Клейковина выделяется. А мне надо дать. Клейковина. Да не, я буду уже есть, то что мне... Это хорошее, злитчий. Давай, злитчий. Злитчий зим. Так, это масло у нас для картошки. Вспомним. Так, надо сейчас мама, чтобы договорила, пока мы будем с тобой делать приветки, чтобы ты радовала на стол. Так, смотрите, вот. Вот уже, когда вот так вот раздавливаешь, слышишь уже такой-такой хороший... Замок. 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 Да, вот здесь накрасно. Замок. Угу. И вот это все вместе с соусом совсем сюда. Хоп. Вот так. Надо было посолить еще. Ну, можем даже в конце потом. Смотри, можем, знаешь, как даже сделать? Сейчас не мешать, а накрыть крышкой 5 минут, пусть они хорошо протухут. Да. А потом будем... Ну, у них жидкости там много. Ты накроешь крышкой, я ничего... Ну, хорошо. Сейчас. А потом мы их откроем, и они когда будут уже в конце хорошо поджариться, я тебе покажу. Ну, я ж не могу, так... Ну, ты ж... Ну, я ж не могу, так... Ну, я ж не могу, так... Ну, ты ж ешь, я плохие креветки. Хорошие, но я вкуснее. Я туда добавляю тертые яблочки. Ну, когда что-то вкуснее делаешь. Проварю. Ну... Ну, так ты ж купила в эпицентре, что-то не помнишь? Да, не помню. Просто, что, понимаешь, много вот этого, и они ж должны поджариться. А ты знаешь, сколько они должны жариться? Самел, они не должны поджариться. Если ты сделаешь, чтобы они будут сухие, оставь их, как они есть. Ну, хотя бы чуть-чуть поджариться. Не, оставь так, как они есть. Самел, ты помнишь, как я делала? Да, ты делала, что на зубах кусок. Не варить. Так, смотрите. Треветки уже готовы. Это минут 25 они. Сажарились. Это нехорошие, не твердые. Видите, и сочные. Это самое главное, чтобы они были сочные, чтобы они не были сухие. Вот я уже подготовил тарелку. То есть я сначала их... Сейчас я покажу. Вкладываю на тарелку, а потом просто сверху то, что есть. Я поливаю вот этим соусом, который остался после креветок. Веселье, но остатка, все в доме. Так, давайте. Чтобы жил эти нормальные люди тут. И приходы вы только нормальные. Вот креветки уже видите, какие получились. Мне нравится, домашние. Но мне кажется, что оно не виноградное. Или оно Тутовниковое. Не знаю, или я ошибаюсь. Самел, попробуй скажешь. Вино? Да. Я попробую. Я не могу. А мне еще скажется, что... Приятного аппетита. Красивое. Коля, ну я попробую. Подожди, что ты так снял, а попробуешь. Ести просто очень хочется. Ничего не ел. Ой, вкусные правда. Смотрите, они жареные. Вкусные. Сочные. Поэтому я говорю, что их не надо зажаривать, потому что они не будут сочные, будут сухие. Мне нравится, когда жареные. Вот на вид. А как вкусные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.